В администрации района прошло еженедельное планерное совещание. Заместители главы и начальники отдела в администрации подвели итоги проделанной работы на прошлой неделе и обозначили планы на текущую. Началась планерка с приятного момента. Благодарственными письмами руководителя Центра управления регионом были награждены главный редактор газеты «Кашхабльские вести» Аслан Тлюпов и главный специалист отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и СМИ Султан Сиюхов. Также за добросовестное исполнение своих обязанностей при взаимодействии с ЦУР по республике Адыгея почетными грамотами главы района были награждены специалисты первой категории администрации Егерухайского и Натырбовского сельских поселений София Тхаркахова и Наталья Репухова. Заур Хамирзов наградил почетными грамотами призера и лауреата республиканского профессионального конкурса директор года Адыгея-2021, руководители средних общеобразовательных школ номер 2 Улака-Шахабль и номер 6 поселка Дружба Эму Пиштикову и Зарему Хабиеву. Далее по традиции приоритетными темами обсуждения стали санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории района и ход вакцинации против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день на лечении находится 208 человек. Из них 143 человека находятся на амбулаторном лечении и 65 человек находятся на стационарном лечении. По населенным пунктам, если брать ситуацию следующую, наибольшее количество болеющих по традиции у нас в Улака-Шахабль 41 человек, дальше Бричепсим 26 человек, Ауха-Чинзи 21 человек, поселок Майский 17, 21 хоз, 21 Натырбова. Заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов в своем выступлении отметил, что на сегодняшний день количество привившихся достигло 11 721 человек. На постоянной основе также продолжается контроль за соблюдением условий режима повышенной готовности. Отдельное внимание на планерке было уделено теме реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2022 год», в том числе об устройстве дорожной инфраструктуры и тротуаров. Всего на совещании было обсуждено 9 важных вопросов. В конце ответственным лицам были поставлены очередные задачи.